Самое ценное в жизни человека это время. Многие люди посвящают его обычной повседневной работе, за которую потом получают определенную плату от работодателя. Но если в трудовом договоре есть какие-то упущения, то и возникают трудовые споры. Кому может обратиться работник в цели защиты своих прав и интересов? По каким пунктам больше всего возникает разногласия? В настоящее время спрятайте в сюжете. Продолжение следует... В результате наложены штрафы в размере 10,5 миллионов тенге. Из них 10,1 миллиона тенге взысканы в пользу государства. Мы провели мониторинг около 4 тысяч учреждений. Выявлена задолженность по заработной плате. Более 100 миллионов. Эта сумма была полностью выплачена. Поступили заявления от 583 работников на сумму 124 миллиона тенге. Мы взыскали эту задолженность по зарплате. По результатам мониторинга без проверок мы взыскали 248 миллионов тенге заработной платы 741 человека. В настоящее время есть два учреждения, где задерживают зарплату работника. Материалы направили судебному исполнителю. Счета одного из них были заблокированы судебным исполнителем. Частично были взысканы деньги. Но после этого финансы не поступали. У другого учреждения есть задолженность по зарплате более чем 2 миллиона. К нам обратились 15 человек. К сожалению, их задолженность до сих пор не взыскана. Часть обращений, которые поступают в инспекцию труда, касается низкой оплаты труда работников. Ведь в настоящее время наблюдается высокий рост цен. И большинство людей, живущих на одну зарплату, еле сводят концы с концами. Однако в трудовой инспекции не могут повлиять на повышение заработной платы. Эта функция не входит в их компетенцию. Это зависит от экономического потенциала предприятия или организации. Продолжение следует... Работники одной из организаций в своем заявлении подняли вопрос. Мы обратились к заказчикам, которые ответили, что в следующем году они собираются поднять свой экономический бюджет. И тогда будет возможность повысить заработную плату. Про задержку оплаты труда говорят, когда работнику не выплачивается зарплата более трех месяцев. Однако, если доход работника не поступит на его счет в течение недели от установленного срока, то это тоже будет считаться задолженностью по заработной плате. Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, в большинстве случаев зарплата должна выплачиваться до 13-го числа каждого месяца. Согласно этому требованию закона, Оксана Калмыкова в целях защиты своих прав обратилась в компетентный орган, где ее вопрос был решен положительно. Я уволилась с работы 30 декабря 2020 года, ввиду того, что не было работы, не было денег на предприятии. И по октябрь месяц не могла получить компенсацию и заработную плату. Через портал государственного правительства ЕГОВ, через электронное обращение, подала заявление Департамент труда с просьбой проверить предприятие на наличие денег и средств и помочь выплатить задержку по зарплате, компенсацию. И часть отпускных у меня еще оставалась там не выплаченной. И по состоянию на 15 октября спор решился, предприятие проверили, деньги изыскали, всю сумму в полном размере я получила. При возникновении трудовых споров гражданин, естественно, может обратиться в суд. Согласно статистике, за 9 месяцев текущего года поступило 206 дел. По ним вынесено 87 решений. Удовлетворены 37 иска. Отказано в удовлетворении 50 исковых заявлений. Такой пример. Один гражданин обратился в суд. В заявлении он указал, что ему не выплачивает заработную плату согласно закону и просит взыскать годовую задолженность по зарплате. На судебном заседании установлено, что имело место нарушение требований закона. Вынесено решение. Было установлено, что учредители менялись и имелись разногласия между ними. Они ссылались друг на друга, утверждая, что не надо было брать его на работу, что неправильно была назначена зарплата. Но ведь человек работал, выполнил все обязательства по договору найма. Однако деньги ему не выплачивались. Помимо вопросов, касающихся оплаты труда, к трудовым спорам относятся и вопросы справедливого восстановления приказов и актов при нарушении каких-либо прав работника, назначения выплат в случае травмирования во время производственного процесса. А таких фактов достаточно. В 2021 году на территории области увеличилось количество несчастных случаев на производстве по сравнению с 2020 годом на 50% с 18 до 36 случаев, в том числе тяжкие телесные повреждения с 10 случаев до 31. К сожалению, есть факты гибели людей. Мой сын Алтымбеков Аманбек работал электриком городской организации Атараужары. 21 июня он ушел утром на работу и примерно к часам 4-5 с ним случилось это несчастье. Я сам не видел его места работы, но говорят, что это цех, где есть разные щиты, резинки. Он должен был их смазывать, убирать. Проделал работу в первом ряду, а когда приступил к работе во втором ряду, то оказалось, что не разъединили электрический ток. Нам сообщили, что мой сын сам пошел туда, куда не должен был заходить. Позже в результате проверки выяснилось, что он не виновен. Уже прошло 4 месяца, готовим документы на инвалидность. Мой сын сейчас в тяжелом состоянии. По страдавшему в результате несчастного случая на производстве будет назначена временная инвалидность до года. Но, по словам заявителя, за дальнейшее лечение и восстановление здоровья учреждение должно выплатить ему средства. Как видим, во многих предприятиях неправильно организован производственный процесс, не соблюдается надлежащим образом меры безопасности. Неиспользование работниками средств индивидуальной защиты и отсутствие предварительного инструктажа перед работой приводит к плачевным последствиям. Да, все случаи расследуются. Следует помнить, что знание гражданами норм трудового законодательства поможет им защитить свои права и интересы. Салтанат Мурат Кызали Ханхайдар Жанар Сағыныш Кызателеканал Атырау.